Украинские военные за пять недель наступления освободили почти столько же территорий, сколько российские войска захватили за шесть месяцев. Почитал американский институт изучения войны. Бахмут находится под огневым контролем вооруженных сил Украины. Войска Российской Федерации активно используют резервы и сопротивляются. Почему Кремль клещами держится за город? Ведь там российская армия теряет множество ресурсов, благодаря которым можно удерживать территории, более важные с военной точки зрения, а также помощь партнера в Украине, каких решений ждать от саммита НАТО сегодня. К нам подключается экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленко. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Александр, скажите, насколько ожидаемым было то, что НАТО отменит для Украины ПДЧ, план действий по членству, но по большому счету не даст никакой риторики, во всяком случае в первый день саммита, по поводу приглашения Украины в НАТО? Ну, в общем-то, все взрослые, скажем так, люди понимали, что Украину в НАТО не возьмут ни при каких обстоятельствах. Мы просто имеем сейчас дело с более-менее сформулированными отговорками. Не нужно забывать, Европа – это зрелые демократические государства. В демократическом государстве правительство любое выполняет волю избирателя. Не избиратели выполняют волю лидера, а правительство выполняет волю избирателей. Вот пусть покажет кто-нибудь, были ли многомиллионные митинги, демонстрации в Европе под лозунгами «Украина, спаси нас от России». Этого не было никогда. Следовательно, никаких просит и никаких инициатив от правительства Запада к Украине по поводу спасения Европы от России не было. Это собственная инициатива Украины. Поэтому, знаете, это напоминает такую картинку в средней школе. Вот представьте, класс, а в классе босяк, хулиган, бандит, который всех унижает, обижает, бьет, ворует. Ну, страшный человек. Там девочек обижает, и какой-то хороший парнишка решает, наконец-то, переломить эту ситуацию. Вступает с ним в гененоборство. Вот такой молодец, ему все аплодируют. А он потом видит, что за углом школы почти все девочки класса по очереди целуются с бандитом и хулиганом. И у него такое разочарование. Ну как? Ну я же вас защищал, а они тебя просили. А им, собственно говоря, ничего. Да, он хулиган, да, он отбирает у них там, может, даже что-то. А им это, ну, чуть-чуть даже нравится. Они несовершенно не против. И взрослый человек должен понимать, Украина борется против России за свою независимость в своих интересах, по своей воле. Мы защищаем Европу без просьбы Европы, вот просто бонусом по своему личному желанию. Нас никто не просил. Вот это взрослая позиция. Чем в психологическом плане отличается взрослый от подростка? Взрослый берет на себя ответственность за все, что с ним происходит. И контролирует свою эмоциональную сферу. НАТО не возьмет Украину. Мы будем иметь, мы уже с 2008 года имеем различные формулировки, которые можно все, ну, скажем так, перефразировать знаменитой фразой из фильма. Я тебя поцелую потом, может быть, если захочешь. И дальше это будет все то же самое. Здесь нужно просто прекратить эти бесплодные, ну, не совсем даже приличные усилия. Нет, значит нет, хорошо. Будем двусторонние искать контакты. Да, нам нужна помощь Запада, без помощи Запада мы не выживем физически. Значит, мы будем теперь искать двустороннюю помощь, находить общие интересы с каждой конкретной стороной. Общих интересов с НАТО, как оказывается, у нас нет. Ну что ж, так бывает. То, что нам кажется неправильным, то, что мы считаем неверным, ну, это наша позиция. Нам с этим жить. Мы будем делать свой выбор. Но про НАТО, я думаю, ну, стоило бы забыть. Но, к сожалению, опять-таки, украинское общество, оно достаточно такое детское. Будет огромное количество обид. Вот обязательно мы так как. Нас полюбят, нас примут, нас будут защищать. Нет, ничего из этого не будет. Ни через год, ни через два, ни через пять. Ни после войны. Ни через десять лет после войны. Запад будет делать то, что ему выгодно. И это взрослая, правильная позиция. Нравится нам это или нет? Ну, посмотрим, да, после войны, после победы Украины, возможно, риторика и изменится, и в нашу сторону. Давайте о ситуации на фронте поговорим, о ситуации в Бахмуте и в его районах, в бахмутском направлении. Бахмут находится под огневым контролем вооруженных сил Украины. Об этом ранее заявила замминистра обороны Анна Малер. И войска Российской Федерации активно используют резервы и сопротивляются. Как вы думаете, возможно, вы знаете, какие резервы использует Россия в районе Бахмута? Откуда она их берет и насколько успешно использование этих резервов? С самого начала операции в Бахмуте было понятно, что это Сталинград в русско-украинской войне. Россия этого не скрывала, они сами попали в эту луку. То есть повторилась полностью ситуация с Гитлером и Сталинградом. Только сейчас на месте Гитлера оказался Путин. Он отпраздновал практически взятие Бахмута. Он положил лучшие подразделения. Некоторые бригады были уничтожены полностью. Потом переукомплектовывались и еще раз уничтожались. Там фактически легла основная и наиболее боеспособная часть Вагнера. И упорство Путина вознаградилось. Он вошел в этот котел. Теперь бросить его, но на фоне поражения и выхода из Херсона, на фоне бегства из Харьковской области. И если сейчас произойдет, а вот здесь уже однозначно произойдет котел в Бахмуте, и вот это будет полный перелом войны, после которой остановить и установить линию фронта России не удастся однозначно. И Путин начинает это, ну генералы его понимают это изначально. Тот же Герасимов и даже Соро Викин при всем его таком твердолобстве, они не настаивали на взятии Бахмута, они вообще не настаивали на продвижении на этой территории. Не нужно забывать, Донбасс это такой очень насыщенный населенными пунктами урбанизированный регион. Здесь можно засыпиться за любую руину и держаться достаточно долго. Но смысл, война это маневр. Вот россияне этого в современной войне не поняли. Они решили захватывать, хорошо, отлично. Они положили огромные силы, а дальше обычный феномен. Я слишком дорого за это заплатил, чтобы просто так это бросить. Плюс пропаганда, которая у него ниже медали, пропаганда, которая раскрутила Бахмутскую операцию, как единственную, по сути, успешную во всей второй фазе войны, после Газальда, первая фаза у нас не получилась. Закончилась Харьковом и Херсоном. А вот вторая фаза, это Бахмутская фаза. И если окажется, а оно окажется, что Бахмут это продолжение и усиление первой фазы, то вот здесь фронт реально будет сыпаться. Резервы, которые туда идут, туда идут практически все. На сегодняшний день, можно четко сказать, на территории России боеспособных частей в своих пунктах постоянной дислокации нет. Есть части, которые имеют призывников с таким опытом службы до трех месяцев. То есть фактически на территории России боевых, боеспособных частей нет. Все брошено на то, что вот они называют западный фронт. Поэтому ставки для них абсолютные. Если, ну будем говорить, не если, а когда. Когда Бахмут закроется клещем и группировка Павлюса, она же Ерасимова, окажется в полном котле, вот тогда начнется достаточно, возможно, серьезные подвижки и в российском обществе. То же самое, что, собственно, даже у Гитлера поражение под Сталинградом привело к тому, что начались реальные попытки физического устранения Гитлера, начались заговоры, началась новая Германия движение. И после Сталинграда Гитлер уже не смог очухаться. То же самое произойдет и с Путиным. Медленно, но неизбежно Бахмут становится концом российской армии. Раньше же Путин обозначал дедлайны для своих оккупационных войск по захвату Донецкой и Луганской областей. То 31 марта, то 9 мая. Сейчас такие дедлайны есть? Или так уже вопрос, учитывая ситуацию на фронте, не стоит? Дедлайнов уже точно нет. Он бы и хотел. Но все-таки вот здесь уже где-то с мая все-таки генералы смогли донести до него понимание, что не все делается так, как ему хочется. Вообще все делалось не так, как ему хочется. И природа существует по своим законам. Поэтому больше никаких дедлайнов, никаких сроков, никаких привязок в России не будет. Потому что привязывать очередное поражение. Вот сколько сейчас даже идет пропагандистская машина России, вот все, что я контролирую, там идет сейчас оправдание того, что Украина будет выдавливать. Вот они выдавливают, они нас выдавливают, выдавливают, они будут выдавливать. И у них теперь вообще надежда на то, что неужели Украины хватит ресурсов, терпения и желания, и силы воли выдавливать нас и дальше. Может быть, все-таки будет усталость от войны, может быть, они сядут за стол переговоров, но все-таки потери. То есть риторика абсолютно уже не та, которая была еще полгода назад. Поэтому никаких дедлайнов. Здесь ожидание, в общем-то, когда же нас будут бить. Неужели нас будут бить каждый день? Да, вас будут бить каждый день. Ну а можно не бить каждый день? Нет, нельзя. Раз пришли, вы грибайте. Александр, спасибо за то, что поделились своим мнением. Соксотрудникам внешней разведки КГБ СССР Александром Зеленкок говорили об итогах первого дня саммита НАТО, о ситуации под Бахмутом и о перспективах путинского режима.